Всем здравствуйте, добрый день, добрый вечер, школа менеджмента Стратоплан. Александр Орлов, коллеги, проходите, рассаживайтесь поудобнее, пожалуйста, в нашем эфире. У нас сегодня в школе день открытых дверей, мы рассказываем про каждую программу, у нас прям отдельный эфир про каждую программу. Сегодня у нас уже были эфиры про курс команды, про школу руководителя отдела. Впереди нас ждет эфир про школу, точнее, про программу SEO 3.0 для генеральных директоров, которую мы коллега Слава Братова будет вести. А сейчас мы с вами здесь собрались для того, чтобы поговорить про школу технического директора. Коллеги, давайте вначале проверим трансляцию. Если вы меня видите, слышите и вам виден слайд заголовный, где внизу написано, казалось бы, при чем тут симулятор, можете нам, пожалуйста, несколько плюсиков в чат написать. Александр, спасибо, уже не дожидаясь моей команды, поступают плюсики. Спасибо большое, коллеги. Ну, с интернетом, похоже, у нас все в порядке. Мы действительно здесь сделали отдельный эфир для того, чтобы рассказать про обновленную программу школу технического директора, которую мы собираемся сделать в виде симулятора. Почему так, и про что будет программа, и как мы к этому пришли, и чем она может быть вам полезна, вот как раз сегодня хотелось бы поговорить. Когда я говорю «мы», я подразумеваю школу менеджмента Стратоплан, которая существует официально с 2010 года. На самом деле, мы с моим сооснователем школы, Славой Панкратовым, занимаемся обучением года, наверное, с 2006-го. Я этим начал заниматься еще когда работал внутри компании Intel. Мой первый тренинг, который вел, назывался «Transition to Manager». Как становиться менеджером или, наоборот, не становиться. То есть для тех, кто хочет стать менеджером, я рассказывал, что там ждет, вот и почему там может быть сложно или, наоборот, радостно. А Слава тогда проводил тренинги по управлению тестированием, и вот мы познакомились, начали работать. Вот с 2010 года, получается, как Стратоплан функционируем. Причем, что интересно, многие наши первые студенты уже давно выросли сами в технических директоров и теперь преподают в школе технического директора, как, например, Рома Ивлиев, который был нашим первым студентом в большой программе онлайн-обучения в 2010 году. У нас у самих айтишный анамнез, то есть мы работали в IT-компаниях на должностях с инженерных до директорских, много чем занимались. Ну, последние 15 лет ушли в обучение, ну, и поскольку 15 лет это много, то и людей у нас много обучилось, и люди растут, становятся директором. Приходится разбирать постоянно управленческие кейсы, хотя мы к этому не особо стремились, честно говоря, изначально, и пришлось по ходу дела получить еще психологическое образование, чтобы глубже смотреть на все эти управленческие истории. На что мы опираемся? Поскольку в том, чему мы учим, очень много про работу с людьми, мы верим в то, что в работе с людьми можно научиться только с другими людьми. Вот такой парадокс. Как с любой навыковой историей. Очень тяжело ей учиться по книжкам, по видеокурсам. Ну, если это какой-то навык, особенно социальный, навык танца. Попробуйте бальным танцам научиться по видеокурсам или по книжкам. Там Иван Андреевич, Иван Селеховкин с нами сегодня, один из наших экспертов и ведущий из школы технического директора в новом формате разработчик. Тут начинает улыбаться, потому что он тоже бальными танцами занимался. По книжкам не получится. Точно так же и в менеджменте. В решении конфликтов, в переговорах по книжкам это практически нереально. Так же, как по видеокурсам. Нужны другие люди. Их реакция, их честная обратная связь, какие-то корректировки и так далее. Поэтому мы учим работать с людьми через работу с людьми. По сути, то, чем мы занимаемся, мы рассматриваем всю работу как такие переходы между ролями. Из инженера в руководители команды, потом дальше в рукодел или в CTO, и дальше в SEO. Ну, не все идут вот прямо от начала до конца по этой лестнице. Кто-то, наоборот, выбирает какую-то отдельную карьеру. Там CTO или CIO, и там останавливается. Это нормальная история. Но мы что знаем? Что переключение из одной роли в другую требует времени, усилий, ну и не всегда просто происходит. Поэтому мы сосредоточились на том, что мы создаем инфраструктуру для того, чтобы люди совершали меньше ошибок при переходе из одной роли в другую. Чтобы они нарабатывали этот необходимый им опыт в безопасной среде. Все наши основные программы, они ровно про это. Они все привязаны к какой-то роли для того, чтобы вы в этой роли могли себя чувствовать как-то более уверенно. И здесь, коллеги, у меня будет вопрос к вам. Я его традиционно задаю на всех наших открытых эфирах. Сейчас, секундочку, я его в чат скопирую. У меня даже специально есть заготовка. Чтобы нам с вами познакомиться, можете, пожалуйста, написать вашу должность и с какой целью вы к нам сегодня присоединились? Ну, должность – это должность, а целей может быть три. Один, два или три, в чате есть описание. Один, если вы всерьез думаете обучаться. Два, если вы сейчас обучение не ищете, но просто стало интересно. Вот три, если просто за нами давно следите и зашли послушать, увидеть знакомые лица. Ага, три, один вижу, да. СТО, принято. СТО-2. Да, спасибо. Да, вижу наших студентов-рецидивистов, мы их называем, те, кто у нас во многих программах учились. Саш, привет. Три, три. Айти-директор один, смотрите, сегодня директорская аудитория. Это интересно. И до сентября уже Валерий пишет на эту программу. Спасибо. Вот у нас обычно в школе СТО, а у нас уже четыре потока запущено. Первый завершился, еще три сейчас в процессе. Мы с сентября запускаем пятый поток, про который сейчас будем рассказывать. Там аудитория обычно тоже делится на некоторые сегменты, и часть это те, кто хочет стать СТО, а часть это те, кто уже является СТО. Вот, и иногда еще заходит генеральный директор, тоже посмотреть, что тут происходит, и как ставить задачи своему СТО, чего от него ждать. Интересно, что на эфире такой прям директорский уклон. Окей, принято. Смотрите, что мы хотели сегодня сделать с нашим сегодняшним эфиром. Во-первых, прояснить, что нужно уметь, чтобы действительно быть техническим директором. То есть мы поговорим про некую программу, я расскажу про области компетенции, которые мы изучали в программе, и будем тоже их изучать, потому что без них никуда не деться. Возможно, здесь вы увидите какие-то ваши слепые зоны, глядя на те навыки и компетенции, которые мы в школе СТО изучаем, вы поймете, что, окей, вот этого мне недостаточно. Вот это как-то так не получилось само собой освоить, а было бы очень полезно. Поговорим про то, чем курс школы СТО в новом формате может быть вам цене. Самое главное, поговорим о том, чего от нас ждать, а чего не ждать. Ну, исходя из того опыта, который у нас есть, понятно, что вас мы не знаем, коллеги, и тут, наверное, не можем выступить экспертами по вашей жизни, но себя мы знаем довольно неплохо, и наша задача быть максимально ясными сегодня, чтобы, послушав нас, почитав анонс, вы потом приняли осознанное решение, оно вам нужно или оно вам не нужно. Вот обучение работает, когда это добровольный выбор обеих сторон. Вот в это мы очень сильно верим. Ну что, давайте теперь к сути. Смотрите, у нас первые четыре потока школы технического директора запускались в следующий парадигме, что когда человек переходит в роль СТО, он совершает тот самый ролевой переход из какой-то своей предыдущей роли. Ну, коллеги, кто у нас сейчас является IT-директором или СТО? Можете написать, какая была ваша предыдущая роль перед тем, как вы эту позицию заняли? Как она называлась? Можете сформулировать? Выходит ли отдел разработки, Евгений? Принято. Выходит ли инфраструктура? Ага. Team Lead Backend? Да, принято. Ну, так или иначе, когда мы переходим на эту новую позицию из тех лидов архитектора плюс СТО, взор, спасибо, это всегда переход из одной роли в другую. Ну, например, из Team Lead или из PM или из руководителя отдела разработки инфраструктуры в новую роль. При этом хочется, чтобы этот переход произошел как-то плавно. Ну, обычно так хочется вот и гладко, и чтобы все было здорово. Там ты вчера был тем людям, а сейчас ты раз в СТО, вот через год уже как-то все это само собой произошло. При этом есть нюанс. А в старой роли тебе обычно многое понятно, потому что там много опыта. Ну, ты там уже поварился какое-то время и в целом разобрался. А в новой роли пока не очень понятно, просто потому что такого опыта еще не было. Более того, на новом месте, на новой позиции руководство тебя уже что-то ждет, иногда ждет каких-то многих вещей, но не всегда ясно может это сформулировать. Ну, потому что тяжело ясно сформулировать, когда ты генеральный директор, и ты никогда не работал в СТО. Тяжело, правда, вот так же, как и нам с вами, многие вещи тяжело сформулировать. А ожидания-то уже есть, и надо по этому поводу что-то делать. И советом руководство не всегда может поддержать, потому что на этой позиции, повторюсь, люди не всегда работают. При этом на старой позиции есть еще старые активности, которые за тобой как-то числятся по наследству. Люди к тебе по старой привычке ходят за советами, или ты ходишь проверить, что у них там ничего не развалилось с твоим уходом. И в итоге человек застревает между двумя ролями. Одной ногой еще в старую роль, а второй пытается шагнуть в новую роль. На фоне этого там возникают разные психологические эффекты, там возникает, вырастает тревога, потому что ты понимаешь, что ты в новой роли не дорабатываешь, а в старой никак отпустить не можешь. Это пытает, мы пытаемся закрыть переработками, ресурс где-то подсаживается, периодический синдром самозванца посещает. Кольки, у кого было такое, что ощущение, что вы застряли в между роли, и там плоховато, можете нам с малик написать какую-нибудь в чат? Потому что у меня такое бывало многократно, и внутри стартоплана за 15 лет, когда я меняю роли, значит, всегда гладко не происходит. Ты к старой роли прикипел, а в новую пытаешься перейти, за одну ветку схватился, а старую отпустить не всегда просто. Вот, и мы в первой генерации нашей программы исходили ровно из этого, что вот есть старая роль, есть новая, и мы будем с вами постепенно-постепенно изучать какие-то области компетенции. В реальной жизни вы будете потихонечку-потихонечку все это менять, и постепенно произойдет переход в новую роль. Ну, или вы себя, если вы темли, сейчас вы подготовите себя к роли сетиола, когда потом будет собеседование, вы будете звучать зрело, вы будете понимать, что делать там и так далее, и так далее. Ну, такой концерт программы. И в целом он неплохо работал, потому что к нам приходили разные студенты, мы их учили вот таким примерно вещам, то есть 10 областей знаний, можно сейчас на себя примерно примерить. Мы начинали с аудита, то есть аудит себя, своего состояния, как замечать свое состояние, потому что от собственного ресурса, ну, зависит очень много, реально. То есть когда у тебя есть энергия, это хорошо, когда она закончилась, ну, добрый вечер. Вот. Второе – это аудит, я не договорил, я тут начал в чат обращать внимание. Аудит себя, аудит своей команды, что у тебя с командой, что с людьми, как у них с ресурсом, какая фаза команд там и так далее. И аудит себя в контексте бизнеса. Насколько ты понимаешь бизнес, насколько глубоко ты в него погружен или погружен, вот, и что бизнес от тебя ждет. Второе – мы брали карту трансформации, такую матрицу компетенции, потому что в разных компаниях сети занимаются разными вещами, что у тебя есть, чего нету, там и так далее. Это нарабатывали. Потом у нас было про коммуникацию с топами и владельцами, чтобы прояснять их ожидания. Про операционное управление, как выстраивать процессы, KPI, ОКР и там всю вот эту историю. Был HR-блог про мотивацию в состоянии найм людей, было про менеджмент в стиле коучинг, такой развивающий стиль управления, чтобы растить людей под собой. Про финансы, большой базовый блок, там, начиная с макроэкономики и кончая прям микроэкономикой. Про инженерию, про управление продуктами и про стратегический менеджмент. И вот мы трехдневками так учились, и в целом это неплохо работало для примерно 80-90% аудитории. Причем, что интересно, аудитория делилась на два таких сегмента, я про них уже чуть сказал. То есть это были опытные CTO и СИО, и были руководители отделов, тем лиды, те, кто только собирались стать CTO. Для большинства программа заходила, оценки хорошие, но часть людей высказывала критику. Причем звучали какие слова. Те, кто уже какое-то время работает в CTO, говорили, не, ну это слишком базовая информация. И тут понятно, что ты не разорвешься. То есть ты, тем лиды, им нужна база, а для кого-то это слишком базовая информация. Хотелось бы глубины, хотелось бы взять одну тему и прям в нее забуриться, там, какой-нибудь девопс, там, и вот давай там в него, значит, на три дня. У кого-то, кто-то говорил, это не соотносится с тем, что происходит в моей компании. Вот для нас сейчас это не актуально. У нас сейчас там нету найма. Вот, и поэтому мне эти темы, они вот мимо. А у рукоделов и тем лидов иногда возникало ощущение, вот у некоторых, кто высказывал критические замечания, что... Слушайте, ну это очень много, это как энциклопедия. Но не очень понятно мне сейчас, что учить-то, на что обратить внимание, потому что я не знаю, с чем я столкнусь на самом деле. Тоже говорили, что хотелось бы глубины, потому что мы вот как-то везде такой овервью получили, но в глубину как будто нигде не закопались. И хотелось бы какой-то провязанной картины. Вот кто такой СТО, что он должен знать и уметь, ну и так далее. И вот это все, то есть и опыт первых четырех потоков, и обратная связь от студентов. То есть мы очень внимательно с нашими студентами общаемся и с теми, кто завершил уже обучение, и с теми, кто продолжает. Причем тут важно учитывать, что люди разные. То есть в первый поток обычно приходят такие фанаты стартоплана, кто давно нас знает, кто нас любит. Вот, и они могут в любой, какую программу первую не запустить, скорее всего, там будет большое количество наших выпускников. Ну, потому что, вероятно, мы делаем какие-то ценные вещи для них в приятном и таком симпатичном людям стиле. А во второй поток приходят другие люди, в третий другие, в четвертый еще какие-то новые. И важно слушать всех. Все вместе, в совокупности, это привело нас к тому, что мы с сентября решили программу перезапустить в абсолютно новом формате. В формате тренинг симулятора. И несколько мыслей, которые я бы рассматривал как предпосылки для симулятора. Первое. Роль CTO на самом деле очень сильно зависит от компании и от фазы бизнеса, от фазы развития компании. И от типа бизнеса. От фазы бизнеса звучит некорректно, а от типа бизнеса. CTO стартапа – это одна история. CTO аутсорсинговая компания – это другая история. CTO аутсорсинговая компания на 150 человек и на 1500 человек – это разные CTO тоже. А продуктовая компания, геймд, ну, понимаете, да? Очень большой такой, ну что ли, зоопарк. У нас, когда Илья Прахт, один из экспертов нашей программы, рассказывает, что аббревиатуру CTO можно рассматривать как C большое, C маленькое, T большое, T маленькое, O большое, O маленькое. Знаете, как в модели Адизиса по ИИ, может быть либо большой, либо маленькой. Вот и у CTO она может быть либо большой, либо маленькой. И это меняет фокус. То есть там 9 вариантов, и они все проразные. То есть где-то ты главный технический человек, где-то ты больше про C-level, где-то ты больше про операционку, там и так далее. Точно так же и здесь. CTO очень разные. Вторая мысль. Обучение – это на самом деле не про получение знаний. Это, кроме всего этого, еще про наработку каких-то навыков, про вырабатывание привычек. И самое главное – это про изменение образа мыслей. У нас даже был такой кейс, я помню, наш выпускник, он писал, говорит, что, ну, он говорит, я сейчас CTO компании на 200 человек. Недавно у меня собеседовала CTO компания на 2000 человек, и я понял, что он мыслит абсолютно по-другому. То есть у него абсолютно другой образ мыслей. Образ мыслей, навыки и привычки не нарабатываются быстро, как знания. Не получаются так же быстро, как знания. Знания дешевы, быстро получаются. Все остальное для наработки нужно время. А вот всему этому в совокупности, потому что на левой части слайда нельзя научиться по книжкам, по видеокурсам. Для того, чтобы это наработать, нужно прожить некоторый опыт. И это привело нас как раз к теме бизнес-симулятора. Какая основная идея? Как и во всех наших основных программах, все начнется с ассессмента студента. Мы к каждому студенту, приходящему в нашу долгосрочную программу, уделяем много индивидуального внимания на входе. Человеку написать эссе. Зачем ты к нам? Вот какие конкретно задачи ты хочешь решить этим курсом? Потому что он стоит денег, он потребует от тебя времени. Что ты хочешь, чтобы в твоей жизни изменилось, чтобы спустя 9 месяцев, сколько идет программа, ты себе сказал, окей, это я правильно тогда принял решение сюда записаться. Это было не зря. Что должно измениться? Куда ты целишься? В методике обучения это называется запрос на обучение. Просим человека написать такое сочинение на одну страничку. Все пишут очень по-разному. Кто-то пишет неясно, кто-то пишет очень четко, кто-то говорит, у меня 7 основных фокусов. Мне важно изменить раз, два, три. Я все читаю, у меня волосы шевелятся, потому что 7 основных фокусов так не бывает. Ну, в общем, так или иначе люди пишут эссе. Плюс они решают некий управленческий вводный кейс. Кейс, который он от реальности IT, он для того, чтобы заметить управленческий стиль. И потом личное собеседование с кем-то из экспертов программы. В программе вообще действует большая команда экспертов, порядка 10 человек, очень разных. То есть это люди делятся на два типа. Это либо профессиональные преподаватели, бизнес-тренера, то есть там по 10 лет опыт работы в бизнесе, такой же, например, опыт преподавания, психологическая подготовка. Вторая половина – это действующие СТО с опытом работы, там тоже лет по 10 минимум, которые работали на позициях СТО и СИО, в совершенно разнообразных компаниях, которые уже во всех наших потоках школы СТО выступали, там обкатали свои блоки. Вот у нас такая команда преподавателей. Вот с кем-то из них случается вот это вводное собеседование, тем самым завершается ассетсмент студент. А потом начинается обучение, и оно идет трехдневками в течение 9 месяцев. То есть таких 3 блока по 3 месяца. Так вот, в тренинг-симуляторе что мы будем делать? Мы будем 3 месяца тратить для того, чтобы прожить его в рамках внутри такой учебной компании. То есть первый уровень всей этой игры, этого симулятора – это будет про то, что вы выживаете на позиции СТО в растущей компании без процессов с кучей проблем. Там будет много кейсов, там есть описание самой ситуации, что это за компания, какие у нее цели, какие там коллеги, какое там руководство и так далее. Но вот сейчас мелким шрифтом на слайде коротко описана ситуация этой компании. Второй уровень вытекает из первого. Предположим, значит, вы этот этап прожили, там все настроили, компания выросла до 1200-2000 человек, и у нее наступает следующий этап. Вот вы этап выживания прошли, стали мини-корпорацией. Здесь задачи СТО меняются, и кейсы меняются, и тебе нужны немножко другие навыки и компетенции, умения. И ты все это проживаешь, нарабатываешь этот опыт через кейсы вот этой фазы компании. Третий уровень, как вы думаете, какой? Внезапно это роль стартапа и кофаундера. Предположим, в мини-корпорации все получается, и владельцы решают запустить какой-то новый бизнес. Новые стартапы приглашают вас туда, на роль СТО-кофаундера. Что там за задачи встанут перед вами, и с чего вы начнете, и как вы дальше будете эти задачи решать. То есть нарабатывается опыт там. Основная идея – три месяца проживать внутри какого-то одного сквозного кейса, нарабатывая опыт работы СТО. Обучение у нас будет двухдневками, то есть мы будем встречаться, и внутри будет обучение всем тем компетенциям, которые у нас так или иначе были в предыдущих потоках. Но, повторюсь, через вот эти три уровня. Тем самым мы каждому студенту дадим возможность наработать, пожить в шкуре СТО в трех разных компаниях учебных, скажем так. И здесь я хотел бы как раз к микрофону пригласить Ивана Андреевича Селиковкина, нашего давнего товарища. Иван, спасибо, что нашел возможность к нам присоединиться. В этом потоке Иван взял на себя нелегкую роль создателя этого симулятора вместе с нашими экспертами. И создателя симулятора, и ведущего. То есть, если вы в программе окажетесь, скорее всего, с Иваном вы будете сталкиваться на каждой двухдневной сессии, потому что внутри там у нас будет геймификация, уровень, в общем, все как положено. Все как положено в хорошем симуляторе. Иван, у меня к тебе вопрос, знаешь, какой вот человек, который отвечает за создание этого тренинга симулятора. В чем ты видишь свою главную задачу? Да, Саша, привет, коллеги, привет. Для меня, если говорить о главной задаче симулятора, наверное, главная задача, которую я ставлю именно перед симулятором, если представить, что вот он уже запустился и работает, и мы на него смотрим, чтобы он был реалистичным, чтобы он затягивал людей, чтобы он втягивал наших уважаемых студентов в себя. Это, наверное, ключевая такая история, которую мы хотим от симулятора добиться. Это, наверное, в общем, ответ в том числе и на вопрос, типа, зачем вообще нам симулятор. Потому что, когда ты втягиваешь... Одно дело, ты проходишь обучение модулям. Одно дело, ты разбираешь какие-то отдельные темы, которые тебе рассказывает тренер, ты решаешь отдельные кейсы. И совсем другая история, когда ты проживаешь некоторую сквозную историю. С моей точки зрения, это помогает сильно лучше научиться, сильно лучше прочувствовать себя в процессе принятия решений, пока ты учишься. Вот если посмотреть, отвлечься на секунду от того, о чем мы вообще говорим, о симуляторе, который предназначен для обучения сетей, и посмотреть на зарекомендовавшие себя годами игры, неважно, настольные игры, это какой-нибудь Гурбс и так далее. Я, в общем, за свою жизнь много во что играл, и много что, где выступал агромастером. Одна из задач, которую ставит перед собой игромастер, как правило, и вообще одна из вещей, за что ценят подобные игры, это возможность, ну, как бы, отыграть некоторого персонажа в безопасном окружении. То есть, грубо говоря, вот возвращаемся к СТО. Я, например, действующий СТО. И, например, я, там, не знаю, достаточно мягкий, дипломатичный человек. Ну вот, а что будет, если вот... И мне предлагается некий кейс, некоторая сквозная, как бы, история. Вот, а что будет, если я буду именно в своем стиле принимать решения? Или, а что будет, если, например, я разбужу в себя зверя? Ну вот, раздражают люди, увольняем. Ну вот, начальник дурак. Пойдем ему и скажем, что он дурак. Ну и так далее. Стильная сторона симуляторов... Сейчас мы пока не перепрыгиваем к реализации этих симуляторов, да? Но стильная сторона их в том, что ты можешь посмотреть, а что будет, если так? Вот. Но для того, чтобы этот эффект возникал, довольно важно, чтобы симулятор был реалистичным. Чтобы мы, чтобы участники, кто его проходит, они были согласны, что да, это справедливо, да, это в жизни так и работает. Более того, еще одна задача, которую я перед собой ставлю, это как бы добавить некоторую целостность в программу, которая, опять же, на старте несколько фрагментирована, и это, в общем, это была ее одна из целей, когда она создавалась, некоторую связанность и последить цепочку принятия решений. Что если, не знаю, в прошлом месяце мы группой пришли к некоторому решению, вот оно такое, вот, а теперь мы, как группа, работаем с последствиями этого решения. Или, например, мы выступали за одно направление, но другие группы выступали за другое, и это в целом повлияло на то, как развивается сюжет. Так что, если освободить это все воедино, то моя задача, чтобы симулятор, когда мы превращаем программу в симулятор, чтобы он представлял из себя некую связанную историю, где каждый участник понимает, как предыдущие, ранее принятые решения влияют на то, как развивается сюжет, влияют на его судьбу, и мог бы в некотором смысле, повторюсь, отыграть, отыграть либо реального себя, то есть вот я такой, я хочу посмотреть, с чем это кончается, или отыграть воображаемого себя, может быть, как коту Леопольду, мне нужно разозлиться, или наоборот, подобрить, вот, или, не знаю, начать применять, или не применять некоторые техники, которые разбираются в ходе курса, вот, и посмотреть, кто будет, собственно, к чему это приводит. Вот, если получится, развивать этот замысел, а я уверен, что все должно получиться, тогда я буду абсолютно часто. Мы не представили Ивана, многие, наверное, с ним знакомы, но я представлю тем, кто не знаком. На самом деле, Иван Андреевич один из самых известных специалистов по управлению проектами в русскоязычной среде, и человек, который строил много проектных офисов, и в том числе работал и на директорских позициях. И здесь, Иван, у меня к тебе будет вопрос вот именно про эти три уровня компании, да, исходя из своего управленческого же опыта, наверное, ну и преподавательского, потому что ты многих и руководителей проектных офисов учил наверняка. Вот, с точки зрения управления, да, для управленцев, в чем для них разница в этих трех компаниях, ну, с точки зрения их роли, что ли? Смотри, да, если говорить про то, в чем разница, то, мне кажется, я могу привести там техническую аналогию, ну, условно говоря, когда ты выступаешь на менеджерской роли, тут на самом деле не очень важно, что это за роль, CTO, COO, в руководстве проектного офиса, или еще какой-нибудь другой C-level или head-level, то, если ты работаешь в маленькой компании, то это довольно сильно напоминает историю с написанием кода с нуля. Ну, вот если, коллеги, вы все вспомните, те, кто проходил путь программиста, учился на программиста, вот когда ты учишься программированию, кажется, что будущее твое будет вот примерно таким, ты будешь сидеть с парнями или там с девушками, придумывать замечательный, какой-нибудь интересный код и воплощать интересные идеи. Потом ты приходишь, например, если ты приходишь в какой-нибудь финтех, и там какие-нибудь легаси на джаве написаны решения, твоя повседневная жизнь совсем другая, вообще вот не так, как это казалось, ты ныряешь в чужой код, который как-то был написан, еще 55 раз заплатками поправлен, и надо его, а, не сломать, это самое главное, не сломать, лучше что-то не сделать, лучше просто не сломать то, что есть. Б, значит, в них нужно разобраться, попробовать что-то исправить, а вокруг ходят люди, говорят, что так долго-то, что тут делать-то, ну, сколько можно? Вот, и в этом смысле работа CTO, вообще работа менеджера на топовой позиции в маленькой компании, для меня маленькая 300-400 человек до такого размера, дальше она уже там, ну, совсем не маленькая становится, вот, но до 300 человек компания очень часто, по моему наблюдению, может висеться как, ну, совсем маленькая, не обязательно по размеру, но вот по ментальности, она такая, думаешь, что она семья, что всех еще можно знать по именам, уже нет, 300 человек компаний уже нельзя всех знать по именам, но иллюзия сохраняется в то же время. Так вот, компания там, до 300 человек, она часто ведет себя как вот такая маленькая, и в этом смысле, неважно, какая у нее история, у этой компании может быть длинная история, она может быть там уже 8 лет существует, но как менеджер, по своему опыту, ты все равно многие очень процессы устраиваешь в форме спряч, что называется, с нуля совершенно. То есть ты приходишь и говоришь, слушайте, а почему у нас вот, не знаю, legal отдел не взаимодействует с, не знаю, с разработкой, мы выкатываем что-нибудь в сторы, а при этом приходят юристы, что журнал не предупредили, если вы выкатываете в стор вот такую штуку, тут нужно, значит, обновить legal тексты, вот, иначе нас забанят в сторах, мы такие, елки-палки, а у нас процесса такого нет, давайте сделаем это. И вот ты постоянно очень многие вещи делаешь просто с нуля. Их либо совсем не было, либо они были значащими, неважно, это технические процессы, это управленческие процессы, финансовые процессы, вот, равно как и вообще принятие решений, продуктовых и так далее. Если компания большая, ну там, тысяча, это уверенно, без колебаний, компания большая, больше человек, самая большая компания, в которой я работал, была 6,5 тысяч человек, там, конечно, все по-другому. Там ты внутри гигантского шагающего робота, ты им управляешь, эта компания может взять и перевернуть, не знаю, материка, как их ногами запросто, но она довольно сложно устроена, причем порой это на уровне непознаваемого. То есть она так сложилась, что познать, господи, почему так-то? Ну почему так-то? Ну почему эти решения через того человека его так принимают? Уже все забить, неважно. У этой истории 6 лет, она вот долго-долго росла, и ты не хочешь это знать, просто так устроилась уже. При этом, то есть повторюсь, ты оказываешься как будто бы внутри большого финтеха, пишешь на джаве, и твоя задача аккуратненько дописывать, чтобы не сломалось, и маленькие изменения требуют колоссальных усилий. И тут нужно к этому быть готовым и морально, и вентально, и понимать, что быстро это не происходит. И если в первом случае можно было, с одной стороны, очень стрёмно, и очень, как сказать, ну очень наглядно, то есть все твои решения резко являются сразу на всю компанию. И ты можешь быстрыми, как кенгуру, такими скачками, быстро-быстро компанию менять, поворачивать в какую-то сторону. Ты можешь очень сильно на нее повлиять. Если ты работаешь с CTO, или повторюсь, C-level, head-level в большой компании, то, мне кажется, мое субъективное мнение, можно сразу забить на то, что ты можешь резко что-то в компании изменить, улучшить или ухудшить. Ты, скорее всего, не сильно сломать ее не сможешь, не сильно улучшить. Но тем важнее, тем сложнее твоя работа и тем важнее к ней правильно подходить. Это, наверное, отличие между первым уровнем и вторым, между маленькой компанией и большой компанией. Если говорить про третий уровень, про свой бизнес, то здесь тут я на секунду опять к симулятору вернусь. Опять же, зачем симулятор? Потому что я начал отвечать, недоотвечал на этот вопрос и прямо перепрыгну и вернусь потом к третьему уровню. Вот смотрите, мое глубокое убеждение еще, что в некоторых видах обучения, вот Саша, ты рассказал про бальные танцы, я там занимался и по книжкам им не научишься, нужно брать и пробовать. Также есть некоторые вещи, которым нужно учиться немножко, что называется, ставя свою шкуру на ком. Вот, например, опять же, я за свою жизнь многих людей научил играть в покер. Я не то чтобы хороший, большой игрок в покер, очень средний я игрок. Вот, но так случилось, что я очень многих своих друзей просто научил играть и они сейчас играют лучше, чем я. Вот, что, наверное, во мне ничего хорошего не говорит, вот, но не суть. Но важная следующая штука, что когда ты учишься играть в покер, в какой-то момент ты упираешься в потолок, ты изучил правила, ты понял, как это играется, а дальше тебе нужно играть на деньги, хотя бы прийти и поставить 5 евро, потому что в покер, в котором сделана хоть какая-то ставка, 5 евро, и в покер, в котором не делал никаких ставок, это бесплатный там онлайн-турнир, например, это совершенно для разных игр, ты совершенно по-разному относишься, ты совершенно по-разному устраиваешься с нервами. И пока ты не играешь в покер на деньги, хотя бы на символический, вот, ты не научишься в него играть, просто потому, что это будет все еще не покер, это будет просто все еще такая игрушка. Вот, и для меня в этом смысле симулятор, это история, вот за счет того, что в нем есть элемент гемифицированности за счет того, что мы, это моя задача, постараться привнести вот эту историю, которая вас будет цеплять, да, которая берет тебя и говорит, это ты в компании, это твоя карьера, ну, поверь в это, прочувствуй, это как будто твоя карьера, это ты этим занимаешься, вот, и в этот момент происходит вот это инвестирование некоторого капитала, только он не денежный, не просим вас 5 евро поставить в начале каждого игрового дня, вот, мы просто пытаемся вам рассказать такую историю, которая вас зацепит, и вы начнете переживать за то, что все-таки, все-таки это правильное решение или нет, это все-таки нас в нужную сторону толкает или нет, вот, и это как игра в покер на маленькие ставки, ты начинаешь гораздо быстрее учиться, гораздо лучше играть, и в этом смысле, перепрыгив обратно к лайду, вот уровень 3 до старцевого бизнеса, что такое кофаундер, кофаундер, ну, я не видел никогда исключений, кофаундер это человек, который внес свои деньги, вот, ну, или как-то по-другому закоммитился, но в целом это человек, чья шкура сильно на кону, очень трудно стать кофаундером, не поучаствовать в капиталовом каким-то, если только вы не супер экстремально важный человек, вас туда назвали, со словами денег не надо, будь кофаундером, просто вот ты нам очень нужен, вот, и в этом смысле тут и Саша, и я, и многие наши коллеги сделали такой выбор, когда ты очень долго, я там 18 лет занимался корпоративной карьерой, рос как менеджер, и потом ты раз, отталкиваешься от берега ногами, и вдруг, значит, впрыгиваешь в какое-то свое плавание, в которое ты поставил свое время, свои деньги, свою шкуру на кон, и либо это летит, и ты как кофаундер, тогда можешь стать очень богатым человеком, ну, просто как успешным человеком, вот, либо это все совсем не летит. Совершенно другой уровень нервозности, совершенно другой уровень стресса, вот, и тут как в покере, или как, если вы когда-нибудь покупали акции, или что-нибудь, не знаю, криптовалюты, вот, одно дело рассуждать об этом, а другое дело купить, просто смотреть, как она после этого подешевела, за два дня на 20%, вот, охвататься за сердце. Вот, для меня, мне кажется, уровень менеджмента на третьем уровне, по ощущениям, он вот про это, и я очень много видел, как люди принимают совершенно иррациональные решения с кофаундерами, они были прекрасными наедными менеджерами, вот, а кофаундер им совсем нельзя, им там дурно становится, вот, или, опять же, можно это попробовать, вот, если коротко кто-то. У нас вопрос есть от Александра, а этим симулятором можно будет поиграть самостоятельно, чтобы прогнать 2-3 версии, или симулятор построен из самих участников? Думаю, что нет. К сожалению, мы вряд ли так сможем его сделать, потому что сам характер того, как мы организованы, мы организованы в мини-группу в некоторые, вот, и все эти мини-группы еще представляют собой огромный, ну, там, некий общий набор, вот, и то, как будет развиваться сюжет, будет зависеть от того, как проголосовала мини-группа, какое решение мини-группа приняла, вот. И вторая вещь, которая будет симулятором сейчас важна и будет влиять, это к чему склонилось большинство мини-групп, то есть, если большинство мини-групп сделал выбор в эту сторону, то Вселенная здесь наносит вам некоторый удар, или не наносит. Он имеет меньшее значение, чем решение, принятое в вашей мини-группе, вот. Но, повторюсь, симулятор, вообще, развитие сюжета отталкивается от того, в главном уровне, от того, какое решение приняла ваша мини-группа, и незначительная степень от того, за что в целом все группы сегодня в нашем первом дне или втором дне двухдневки проголосовали, вот. От этих вещей именно поэтому не получится его прогнать, ну, несколько раз, поиграв с него самому, вот. Он не индивидуальный, он именно групповой. Это, опять же, взяло на части специально, опять же, если вы занимаете head-level, C-level должность, то тут уже не получится завести просто пять проекта, поковыряться, да, как вот, как все мы очень любим, все, кто выходцы из инженерных практик, вот. Тут задача влиять на людей, убеждать людей принимать нужные решения, если они приняли вас, не услышали, пошли не в ту сторону, все, привет, мы все пошли не в ту сторону. Такая история. Ну, то есть, уточняющий вопрос, что симулятор – это нереально бумажное программное программно-аппаратное устройство, а скорее, что-то про настолку или оргодеятельностную игру. Что-то типа того, да, да. Это довольно точный комментарий. Гуд, хорошо. Иван Андреевич, спасибо большое. Коллеги, говоря, короче, что вас будет ждать? Это провязанная программа симуляции с уровнями? Ну, когда мы говорим программа, это не вот exe-файл, да, или что у нас там, package-файл. А вот эта программа именно как оргодеятельностная игра. Цельная картина работы сетевого в разных компаниях и ролях, потому что можно будет ее прожить на себе, на своей шкуре, и этот опыт точно с вами останется. И опыт – это, на самом деле, самое главное, что вы в этой программе получите. В безопасной среде, в условиях, приближенном к реальным, где вы можете побыть в нетипичных для себя моделях поведения, увидеть, как это работает или не работает, и наработать навыки и, самое главное, образ мыслей технического директора. Вот это то, что мы хотели бы, чтобы симулятор делал, и то, что вас будет ждать в сентябрьском потоке. Так, ну тут все, естественно, быстро читают и конспектируют, из чего состоят уровни на этом слайде, безусловно. Но смысл в том, что после ассасимента студента, коллеги, каждому уровню мы будем посвящать три месяца, после чего, если вы эти уровни успешно проходите, в конце вручаем сертификат, вот жмем друг другу руки и расходимся. Вот вы расходитесь с наработанным опытом, вот, а мы расходимся дальше радовать следующие потоки. По сути, это некая инфраструктура для ваших изменений. Какие выводы вы из этой программы заберете себе, я не знаю. Мне, на самом деле, очень интересно. Будете ли вы что-то менять в вашей компании? Я уверен, что будете, особенно если вы сейчас работаете на позиции СТО. Или, может быть, вы решите свою роль чуть-чуть скорректировать. Или, может быть, вы поймете, каким именно СТО вы хотите быть, и в эту сторону направитесь. Мне, на самом деле, реально очень интересно, какие выводы и что из этой программы вы заберете с собой. Потому что мы делаем такую инфраструктуру для изменений, в которой прожив 9 месяцев, вы получили бы какие-то полезные для себя истории. Если говорить про вообще инфраструктуру, которую мы делаем, вот обычно там довольно неплохие оценки. Мы это постоянно отслеживаем. Каждые трехдневки, двудневки, которые у нас проходят. Вот, например, по-моему, это первый поток в школу СТО. Обычно мы стараемся держать оценки выше 8,5. В программах, прям обкатанных, обкатанных, они ниже 9 не опускаются. Здесь такой небольшой срез по ролям, кто приходит обычно учиться в программу школы СТО. Как видите, там есть и действующие технические директора, и директора по разработке, и руководители отделов, и хедов QA, и тем лиды. Вот, ну, в целом, сегменты такие очень понятные. То есть есть и действующие СТО, и те, кто в эту сторону направляются. Что мы знаем за 15 лет, что ли, в обучении? Что для изменений, для реальных изменений, нужны вот эти четыре главные вещи. И этому точно это знание, навыки, привычки и образ мыслей. Навыки, привычки, образ мыслей не нарабатываются по щелчку пальцев и быстро. Для этого нужно время. И точно этому нельзя научиться, читая книжки и смотря видеокурсы. Что хорошо работает, работает живой контакт с экспертами. Когда вы с ними проводите много времени. С теми, кто в этой истории варится, кто многое осознал, многому научился, многое рассказал другим людям, объяснил. Хорошо работает практика с другими людьми, которые дают вам качественную обратную связь. Как сказал сэр Джон Уитмар, изменения наступают естественные без усилий, если есть обратная связь и поступает качественная информация. Вот это ровно то, про что говорил Иван Андреевич. Вы можете примерить на себя нетипичную роль, а окружающие вам скажут, как это выглядело, и они с вами дальше готовы работать или не готовы. Вот вы получите эту обратную связь, которую в реальной жизни не всегда получишь безопасно, и по этому поводу уже можно будет что-то делать. Либо пробовать это в реальной жизни, либо решать, что я этим заниматься не буду. И длительность курса. Мы делаем долгосрочные программы, многомесячные, потому что для изменений нужно время. Дайте рассчитывайте, что вы послушаете какой-то вебинар, или двудневный тренинг, или месячный даже тренинг, и что-то реально изменится. Скорее всего, нет. Ну, потому что к тому, как у вас сейчас, коллеги, вышли много лет, да, там 35, 40, 45, каждый по-своему. Чтобы это изменить, на самом деле, ну, тоже нужно время. Лепеш немного расстраивает, что не 10 месяцев трехдневки, а 9 месяцев двухдневки. Кажется, что программа сильно сократилась по отношению к той, что было ранее. Если считать арифметически, Валерий, ну, наверное, можно так предположить. То есть там было 30 дней, а стало 18. Но я бы не сказал, что она сильно... В первом потоке вообще было 13 трехдневок. То есть было 39 дней. Мы специально ее сокращали по отзывам студентов. Ну, потому что есть блоки, которые где-то заходят, где-то окажется, что эти можно повертывать, это можно урезать. То есть мы как раз хотим сделать так, чтобы без потери качества, но при этом с потерей времени, это принесло больше пользы. Вот такая амбициозная задача стоит. Поэтому я бы здесь не мерил именно по продолжительности. Там у вас, если что, в личном кабинете еще будет много бонусных курсов. Там будет чего посмотреть. Наша задача здесь делать и интенсифицировать именно получение опыта. Вот. Какой-то такой успокаивающий спич с моей стороны. Да, ну, спасибо за вопрос. Он очень, мне кажется, в тему. Вот. И все, что вы наработаете в этом курсе, скорее всего, останется с вами навсегда. Ну, просто потому что опыт, который мы проживаем, мы с собой потом везде и носим, он остается внутри нас. Дмитрий пишет, что создается впечатление, что эти три уровня рассчитаны на три разные аудитории. Я не смотрел на это с точки зрения. Мне как раз кажется, что полезно пожить в трех разных ролях для того, чтобы сделать для себя нужные выводы и навыки наработать, и подготовить себя к следующим своим ипостасям и так далее. Иван Андреевич, что ты про это говоришь? Да, я вот тут киваю, я горячо поддержу тебя, в том смысле, что это тезис верный, как мне кажется, Дмитрий, с точки зрения того, что три разных уровня, три разных опыта. И у кого-то, может быть, есть опыт работы в маленькой-средней компании до 300 человек, и не было опыта в большой, а у кого-то последние, не знаю, 10 лет он работает именно в компании большой. То есть это тут право, конечно. Конечно. Но, на мой взгляд, и здесь я могу встать на свою любимую колокольню хедопроектного офиса, и человека, который с 2012 года непрерывно на C-левеле работает, супер важна, мне кажется, насмотренность на то, как бизнес работает в других масштабах или в других условиях. Например, если в крупной компании, то как это выглядит в маленькой компании или в стартапах. Почему? Потому что, сейчас, если очень компактно на мою мысль свернуть, первое, вам приходится постоянно иметь дело с такими бизнесами. Ну, то есть, например, мы компания 1200 человек, вот, и у нас тут, не знаю, мы партнеримся. Или, несколько раз проходил эти кейс, мы поглощаем компанию, которая очень маленькая. Другой вариант. Мы очень маленькая компания, нас поглощают. Окей, что будет со мной? Я тут СТО. Он мне говорит, не волнуйся, будешь СТО только в большем масштабе, а того СТО мы отправим в космос, не знаю, он там СЕО становится. Окей, а это что значит? И вывод, который я для себя сделал, жизнь никогда не предупреждает заранее. То есть, в смысле, она предупреждает, они дают вам времени. Вот когда у вас, скажем так, вы станете перед необходимостью слияния поглощения, например, вот, или вам скажешь, слушай, вот ты работаешь в гигантской корпорации, неважно, некая компания, как правило, X, да, на позиции. Мы, знаешь, мы хотим тебя перевести на позицию, не знаю, там, СЕО, но в Южной Африке. Там пока всего 400 человек. Вот там не 2200, не 4000, как ты привык, а там всего 400. Вот, ну ты прям будешь первым лицом, мы тебе предлагаем обслуживание через 5 лет такое, что больше можешь не работать. Вот, ты как на это смотришь? И тут опять же, вот этот вопрос, и у вас будет оффер, и он, скажем, время этого оффера будет там неделя, вот, ладно говоря. Он не говорит, что у вас будет именно так, но у меня так уже нечасто было. Каждый раз, когда возникает у меня развилка карьерная, жизнь не дает вам времени изучить вопрос. Нет такого, что, а давайте я год подумаю, потом вернусь и прямо отвечу. Нет, братан, нам нужно либо сейчас, либо просто мы в другую сторону пойдем, мы другого человек найдем. Вот, опять же, на последнем месте работы, то есть я работал в компании, там, 6,5 тысяч человек, вот, а потом я работал в компании, сразу после этого перешел в компанию очень маленькую, которая работает на европейском рынке. Вот, и эта компания, она была 300 человек, она регулярно отпочковывала себя компанией маленькой, по 40 человек, то есть она, как бы, запускала R&D-проекты, эти R&D-проекты, если выстреливали, то они изначально строились так, чтобы их, там, product opener, тех лид, фактически, и project manager, это были готовые SEO, CTO и COO, будущего стартапа. Вот, и у нас таких два стрелы за два года. То есть несколько не полетело, и компания не случилась, а некоторые отпочковались и взлетели. Опять же, то есть это пример того, что люди приходили в компанию, которые 400 человек, вот, они, им предлагался некоторый проект, вот, они в него втягивались, и после этого оказывались, ну, на силовой позиции маленького, но растущего стартапа. Собственно, стартап спочковывался только в том случае, если под него можно было поднять два раунда инвестиций, ну, то есть, там, до 50 миллионов долларов, если он доходил, тогда он отпочковывался, вот, и жил себе самостоятельно. Вот такая вот история. Поэтому мне кажется, что подобная насмотренность важна, и потому что карьерные возможности вас не будут предупреждать, они случатся, и все, либо берете, либо нет. И второе, о чем я говорил, что вы, вам придется постоянно общаться с людьми, которые работают в другого вида компаниях, и очень полезно предписать, как у них работает голова, чем они руководствуются. Вот. Да, Иван, спасибо. Вопрос от Андрея Жуна. Насколько критично учиться в реальном времени выходные, выходные бывают заняты, насколько приемлемо некоторые занятия смотреть в записи? Ну, я бы сказал так, что если там один выходной пропустить, наверное, это приемлемо, ну, так же, как в случае другой любой игры, да, то есть, вы выпадете на один раунд, но потом вернетесь. А рассчитывать на то, что вы постоянно будете пропускать выходные, я бы так не делал. То есть, вы будете просто постоянно выпадать и недополучать от программы. Вот. А так, ну, поскольку программа долгая, 9 месяцев, понятно, что там могут быть и болезни, и отпуска, и командировки, да мало ли чего еще. То есть, пропустить там один-два модуля, наверное, можно, пропускать постоянно я бы не советовал. Коллеги, мы почти завершаемся. Там постарались рассказать то, что могли рассказать. Мы верим во что? В то, что обучение, это, конечно, инвестиция в себя. То есть, вы инвестируете время, деньги, усилия, мы инвестируем время, усилия во всю эту историю для того, чтобы у вас случились изменения. Здесь мы разделяем с вами ответственность за результаты и в любом случае решать вам. Что я могу посоветовать, это перейти на сайт школы CTO и внимательно почитать анонс, примерить его на себя. Прислушаться к себе, вот вспомнить то, о чем мы сегодня говорили. Понятно, что анонс будет пополняться, дополняться, то есть, по мере того, как мы будем прорабатывать уровни симулятора, а мы сейчас как раз активно этим занимаемся, мы будем какие-то детали набрасывать. Из важных новостей, на эту программу до конца завтрашнего дня действует самая ранняя цена. То есть, в ней можно оказаться по самой-самой ранней цене. Дальше она подрастет. Вот, но тут смотрите, как вам комфортнее, может быть, дождаться какой-то более четкой программы и тогда принимать решение или вписаться сейчас. Смотрите, я верю в то, что обучение работает, когда это добровольный выбор, поэтому здесь я вас всячески призываю не спешить, но, с другой стороны, не тормозить, потому что цена вырастет и можно сэкономить. Но не спешите, примеряйте и думайте, насколько это вам реально нужно. Насколько я видел, у нас уже группа собирается, то есть, у нас уже на текущий момент, по-моему, с утра было 10 человек в этом потоке, то есть, у нас еще к середине июня, да, у нас еще 2,5 месяца до старта программы, почти 3 месяца, так что, я думаю, группа там подберется прямо интересно. Иван, спасибо, что нашел возможность к нам сегодня присоединиться и рассказать про симулятор. Коллеги, если есть какие-то вопросы, задавайте. У нас там, вот видите, в чате появилась специальная ссылка на бот, это на самом деле не совсем бот, потому что с той стороны сидят живые люди, и они тоже отвечают на вопросы. Поэтому, если вопросы появятся после эфира, вы бота себе куда-то откройте, вот можно будет написать, мы там ответим на все, на что можем ответить. Наша задача здесь максимально прояснить, чтобы вы вот знали, с чем столкнетесь. Ну что, вопросов вроде бы больше не поступает. Тогда всем спасибо за внимание, коллеги. Будем рады видеть вас в симуляторе. Вот грядет что-то прямо интересное. Вот, Иван, спасибо, коллеги, всем хорошего вечера. Спасибо, счастливо. Спасибо. Продолжение следует...